Прототип источника энергии, работающего как солнце, создают новосибирские ученые. В перспективе такие установки смогли бы заменить невозобновляемые ресурсы – газ, нефть и уголь. Какие еще исследования провели сотрудники Института ядерной физики, узнала Анна Братушкина. Известный в интернете мем гласит – кот – это жидкость. Новосибирские физики же точно знают – кот – это плазма. Точнее, прототип – плазменной установки, компактный осесимметричный тороид. Эксперименты с плазмой и ионизированным газом, нагретым до 100 миллионов градусов, проводят во всем мире. В итоге хотят получить термоядерный реактор. Этот источник энергии сможет заменить невозобновляемые ресурсы – уголь, нефть, газ. И при этом не навредить природе так сильно, как атомные станции. Плазма имеет очень много степеней свободы. По сравнению с обычным газом, где есть трехмерное пространство скоростей, здесь все гораздо сложнее. И все упирается в вычислительную мощность, которая позволяет моделировать и обсчитывать процессы, которые здесь приводят. К сожалению, существующих мощностей катастрофически не хватает. Поэтому кот в ближайшие годы настоящим термоядерным реактором не станет. Это вопрос еще нескольких десятков лет. Но потом всего два термоядерных реактора обеспечат электричеством весь Новосибирск. А вот бор-нейтронозахватная терапия вскоре поможет реальным пациентам с онкологическими заболеваниями. Во время лечения в раковых клетках накапливают бор и облучают опухоль потоком нейтронов. В результате ядерной реакции клетки с бором погибают, здоровые остаются целыми. Центр, где будут применять технологию, планируют открыть в Москве. Медики готовят помещение, новосибирские физики, оборудование. Ключевую роль на самом деле играет не источник нейтронов, а средства адресной доставки. Вот бор, содержащие препараты, фраговые опухоли. И сейчас идет работа по созданию центров компетенций, которые будут объединять усилия профильных организаций для создания новых средств адресной доставки. Клинические испытания с людьми планируют начать через пару лет. Тем временем в Кольцово продолжают создавать сибирский кольцевой источник фотонов – СКИФ. Делают одну из важнейших систем – вакуумную. Для того, чтобы пучки могли двигаться внутри ускорителя много часов, много дней, не встречая никаких препятствий, сопротивления, нужна вакуумная система. Грубо говоря, это некая хитрая форма, довольно хитрая форма вакуумная, металлическая, вернее. Труба, внутри которой откачан воздух, и существует тот самый вакуум. СКИФ планируют построить в 2023 году. Исследования начать еще через год. Анна Братушкина и Дмитрий Канн. Новосибирские новости. Новосибирские новости.